Неприятный запах в Кишиневе, исходящий от очистных сооружений, это следствие высокой концентрации опасных веществ в сточных водах частных предприятий. Об этом сегодня на заседании муниципальных служб Кишинева рассказал столичный градоначальник Ион Чибан. По результатам проверки, которую провела мэрия на прошлой неделе, на многих предприятиях не установлены станции предварительной очистки сточных вод. Экономических агентов, сбрасывающих сточные воды в городскую канализационную систему, не мотивировали оборудовать станции по предварительной очистке этих вод. Именно сброс таких вод без предварительной обработки и приводит к появлению специфического запаха в городе. Чибан высказал предположение, что экономические агенты, нарушающие нормы, избегают наказания при помощи коррупции. По его словам, Аппо-канал Кишинев имеет полное право отключить нарушителей. Думаю, мы не изменим существенно ситуацию, если не начнем отключать нарушителей. Если это сделать с несколькими экономическими агентами, то и все остальные задумаются. Не может вонять весь город из-за деятельности нескольких экономических агентов. Чибан дал распоряжение разобраться, какие из чиновников ответственны за контроль в данной сфере, чтобы принять по отношению к ним дисциплинарные меры. А вице-мэр Кишинева, в свою очередь, отметил, что столичный водоканал, вместо того, чтобы отключать нарушителей от системы, всего лишь увеличивает им штрафы. Несмотря на это, Аппо-канал не использует правовые инструменты, ограничиваясь только выставлением счетов экономическому агенту в связи с выявленными нарушениями. Налицо неэффективное управление. В Аппо-канал, в свою очередь, утверждают, что с начала лета в декантеры для воды начали добавлять специальные реактивные вещества, предотвращающие размножение болезнетворных бактерий. Здесь говорят, что это уменьшит неприятный запах, который, по их наблюдениям, в любом случае сохраняется. А вот на очистных комментировать ситуацию категорически отказались. Согласно данным проведенной проверки лабораторного анализа, концентрация в сточных водах веществ достигла предельно допустимых значений в конце прошлого месяца. Тогда неприятный запах усилился значительно. 20 августа на очистных сооружениях началось внутреннее расследование, которое инициировали столичные власти после многочисленных жалоб жителей Ботаники и других районов на неприятный запах. Руководство очистной станции вновь озвучило версию, которая упоминалась еще в прошлом году. Частные предприятия сбрасывают в общую канализацию техническую воду без предварительной фильтрации.